Шаватов, Готов, Хорошая неделя У нас 180-й урок по Мишли Мы находимся в главе номер 20 Пасук номер 28 Пасук говорит Милости правда охраняют царя Милости он поддерживает престол свой Мальбим начинает и говорит Хесет ВМА Я в ноябрите забыл прочитать Еще раз Милость Хесет и Мет истина Это то, что создают царя Весет и помощью Помогает Хесетам Он своему престолу Говорит Мальбим Что эти слова Они основываются на словах Отца Шлама Мелаха Давида Который написал в салмах Хесет ВММИН ГИНА ЦРЭГУ Хесет и Мет Это милость и истина Оно является то, что создает Эмес Это то, что делается Альпи Кавгадин То, что делается По линии, которая называется суд Хесет Это то, что делается со стороны Хесета То есть Мальбим переводит Считает, что самое говорит Давида Мелах В салмах Что слово Хесет Это милость Оказание добра Без незаслуженного добра А Эмет Это Медададин Мера суда Когда человек получает Весь мир получает Строго то, что он заслужил получить И он пишет Если судья, то есть царь Сейчас общается с миром Только через качество Которое называется Эмет То это То мир не Мишумар От слова Лишмор Сохранять Не сохраняется как следует Потому что Получается, что на него воздействует Морей нефиш Ашершафах Аллах Хамададин Некие атрибуты Которые называются Морей нефиш Слово Мар Это горечь Нефиш Это душа То есть От человека начинается В душе горечь Которая связана с тем Что ему делает Этому человеку Медададин Несмотря на то, что Медададин Делает то, что положено Как бы По суду То, что человек заслужил Тем не менее У человека Это может вызвать Некоторые Депрессивные Апатичные Еще какие-то вещи И это то, что Называется На Лошон Акодеш Мар Нефиш Человек Душе Которого Становится Горько Аваль Ну Если иногда Получается Некая система Которая Называется Витур Витур Это Миватрим Это то, что Не обращают на что-то Внимание Прощают Это не прощение Это Вот именно Закрыть глаза И не обратить На что-то Внимание Что происходит Со стороны Хесседа Всевышнего То Народ будет Его любить Сейчас Пока Альбим Говорит Не о Всевышнем А царь Это именно Царь Человеческий Царь Поэтому Царь Всегда Управляет Мерой Суда И мерой Бесконечного Добра Если он Управляет Только Мерой Суда То Человек Который Заслужил Наказание И Получает Это Наказание То Это Вызовет У народа У человека Отрицательные Всякие Эмоции Но В тот Момент Когда Периодически Царь Миватер Царь Как бы Не обращает Внимания На какое-то Действие Закрывает Глаза На что-то То В этом Случа Народ Будет Любить Царя И Также Если Будет Вестись Только Со стороны Хесседа Что Весь Все Управление Будет Только Со стороны Милости То Не Будет Страха Перед Судом На Людях И В этом Случае Не Будет Человек Батух Не Будет Человек Уверенным То Что Значит Не Будет Уверенным Что Будет Некая Проблема В этом Царстве Поскольку Люди Будут Не Уверены В том Что Они Получат Наказание И Соответственно Могут Делать Какие-то Верот Какие-то Преступления Но Если Хессед И Мет Если Хессед То Добро Милость И Истина Суд Будут Обоими Управляться Миром И Это Создаст Царя Таким Образом Что Не Нужно Никакой Другой Охраны Для Царя Охранников Кроме Того Что Как бы Народ Доволен Тем Что Иногда Им Прощают Какие-то Вещи Иногда На что-то Не Обращают Внимание А Как правило Ведется Помидад Один По Мере Суда И Также Это Относится К Гангаге К управлению Которое Связано С кисе С престолом То есть Имеется Ввиду Что Главная Часть Кисе Главная Часть Престола Она Относится К понятию Мишпата К понятию Суда Тем Не 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 Может Суд Один Стоять И Нужно К нему Прибавить Иногда Хесед То есть Милость И Тогда Это Поможет Престолу Чтобы Он Устоял И Существилось Царство Как Пример От Того Что Написано Вишаяху Который Говорил О том Что Мишпату Суду Надо Помогать С помощью Дздаки С помощью Ну Не знаю Как перевести Дздаку В принципе Это тоже Милость Как бы Перевод Таким Образом Перушмальбима Очень Простой Если в двух Словах Что Правильное Управление Это управление Мишпатом Но если Управление Мишпатом Будет Не Поддерживаться Периодически Хеседом То в этом Случае Будет Некий Бегам Некий Изъян В царстве И это Относится Как к Человеческому Царству Так и Из него Мы можем Учить Что это Относится К царству Всевышнего Поэтому Всевышний Периодически Должен Лин Гог Баалам Должен Управлять Миром Бомедат Хесед Хотя Большая Часть Управления Это Меда Которая Называется Меда Мишпат Меда Которая Называется Мера Суда И Мальвим Здесь Бросил Такую Фразу Что Царь Должен Ливам Иногда Ливатер Ливатер Это Я даже Не знаю Как по-русски Сказать Не обращать Внимания Что-то В таком Духе Не обращать Внимания На какие-то Вещи И тогда Он будет Любим Народом Есть Гемора Которая Говорит Что Тот Кто Говорит Про Всевышнего Что Всевышний Ватран Что Всевышний Не обращает Внимания Миватри На Томин Галам Его Как бы Его На него Не обращают Внимания В этом мире То есть Хасвишолам Не дай бог Сказать Что Хакодаш Бругу Является Ватраном Но Периодически Эта Мера Ватранута Мера Хеседа Она Впускается В этот мир Я думаю Что я Прочитаю Гаона А потом Немножечко Вернемся И обсудим Эти две Меды Медат Хесед Медат Дин Поскольку Это Одна из Ключевых Вещей Которая Существует И Надо Попытаться С ней Разобраться Так вот Здесь Написано Хесед Вэймэд Ицрумэлах Хесед И истина Это то Что Формирует Царя Это Вещи Которые Относятся К царю Которые Делает Хесед С тем Кому Нужно Делать Хесед И делает Эмэд По отношению Истину По отношению К тому Кому Нужно Сделать Истину Правду Разница Между Хесед И Эмэд Говорит Гаон Я написал В другом Месте И в двух Местах Я написал Это Одно Из них Мы Сейчас Посмотрим Иса Адва Хесед Кисо И Помощь Хеседу Это Кисо Это Помощь Хесед Дает Помощь Поддержку Для Трона Кисо Нахон Лэ Мишпат На самом деле Правильное состояние Кисо Престола Славы Всевышнего Это Мишпат И Несмотря На это Он Поддерживается Хеседом Это Имеется Ввиду Что Царь Которым Здесь Говорится Имеется Ввиду Царь Царей Всевышний Это Весь Комментарий Гаона Но Он Ссылается На то Место Которое Имеет Смысл Посмотреть И Потом Может быть Еще Еще Одну Вещь Надо Будет Обсудить Гаон Объяснял Разницу Между Понятиями Хесед И Понятия Эмет В Мишле Он Объяснял В третьей Главе Это Было Довольно Давно Но Тем Не Менее Третья Глава Там Есть Такой Пасук Третий Пасук Пусть Не Оставит Тебя Навяжи Их На Своем Горле И Напиши Их На Табличке На Своем Сердце Это Пожелание Шлома Мелаха И Гаон Пишет Что Секунду Гаон Пишет Что Хеседом Называет То Что Когда Дается То Что Человек Не Обязан Дать Своему Товарищу И Это Натина Это Давание Это Хесед Например Я не Хаяф Рубену Деньги Но я вижу Что он Нуждается И я Даю ему Подарок В этом Случае Это Называется Хесед Поскольку Хиюва На мне Нет Эмет Это Строгий Суд Который Дает По отношению К человеку Из-за Того Что Он Сделал Ему Так То Мне Было Сделано Что Хорошего Поэтому Я Хочу Отплатить Я Должен Отплатить Добром За Добро И Это Называется Эмет Здесь Говорится О том Не О Хиювей Хошен Мишпад Не О Законах Материальных Которые В Шульканорухе Изложены Что Ревен Взяла Шимона В долг Он Должен Отдать Ему Долг Ревен Разбил Шимона Глаз Он Должен Заплатить Ему За Телесное Повреждение Здесь Говорится То есть По закону Судья Не сможет Вытащить Из меня Вот эти Вот деньги Которые Я должен Этому Человеку Потому что Строго Говоря Я их Не должен Но Атрибут Эмет Утверждает Что я Тем не менее Должен Платить Добром За Добро Поэтому Есть Эмет И есть Хесед Хесед Это когда Я не обязан Что-то Делать Совсем Не обязан И делаю Эмет Когда Я с точки Зрения Просто Нормального Человеческого Поведения Должен Платить За Добром За Добро Поэтому Я это Делаю Так Гаон Объясняет Понятие Хесед Эмет Он пишет Что пусть Хесед Эмет Тебя Никогда Не Оставят То есть Ты должен Следить За тем Что Постоянно Эти два Качества Находились Внутри Тебя Вначале Написано Хесед А потом Написано Эмет Вначале Милость Потом Истина И это Непонятно Потому что То что Сказано Что ты должен Делать Хесед Милость Созданиями Которым Ты не Обязан Делать То как Может быть Что Ты не Обязан При этом Сделать Милость По отношению К тому Которому Обязан Сделать Милость Который Тебя Сделал То есть То что Ты обязан Вести себя Атрибутом Эмет Это Более Простая Вещь Более Примитивная Чем То что Ты обязан Атрибутом Хесед Поэтому По идее Надо было Вначале Написать Эмет А потом Написать Хесед И то же Самое По отношению Кодыш Бурагу Написано Раф Хесед Вэмет Если Кто-то Помнит Тринадцать Принципов Милосердия Которые Мы читаем Тринадцать Атрибутов Милосердия С которыми Обращаемся Ко-Всевышнего Йем-Кипра Много-много Раз То там Написано Атрибуты Идут В таком Порядке Раф Хесед Много Хесед А потом Написано Вэмет То есть Хесед Это Большее Понятие Чем Эмет По качеству Своему Но не По количеству Потому что Человек Который Дает Через Атрибут Хесед Он не дает Так много Как тот Который Чувствует Что он Обязан Дать И поэтому Он выплачивает Свои обязанности И человек Который Чувствует Свою обязанность Понятно Что он Дает Больше Чем Человек Который Чувствует Что он Делает Что-то Добровольно И не Обязан Это Делать И это То о чем Сказано Хесед Вэмет Алия Звеха Хесед Аймет Пусть Тебя Не Оставят Даже Тот Кто Не Сделал Тебе Еще Никакого Добра То Сделай Ему Окажи Ему Добро Через Атрибут Хесед И так же Дай ему Много Через Атрибут Эммет Поскольку Эммет Ты обязан Дать Больше Чем Хесед Хесед Это Качественно Более Высшая Вещь Потому Что Я не Чувствую Тебя Обязан Что-то Делаю Эммет Это Менее Качественная Вещь Потому Что Я Чувствую Что У меня Нет Выхода Я Обязан Но При этом По количеству Эммет Это Должно Быть Больше Чем Хесед Поэтому Написано Что Рав Хесед Сам Всевышний Про него Написано Что Его Гангага Его Управление Оно Идет Через Много Хеседа Имеется Ввиду То Что Он Дает Из-за Хеседа Это Много Много Но После Этого Он Платит Для Человеку То Он Оплачивает Человеку То Что Ему Заплатить И Это Еще Больше Потому Что Хесед Он Всегда Меньше Чем Эммет Поэтому Если Человек Заслужил Награду То Эта Награда Будет Больше Чем Если Ему Дают В Атрибуте Хесед Но Даже Когда Ему Дают Через Хесед Награду То Тоже Ее Много Поэтому Вначале Сказано Рав Хесед А потом Сказано Вэммет И Это То есть Есть Торадхесед Когда Человек Обучает Торе Других Людей Слово Эммет Это Учиться Самостоятельно Учить Для себя Себя Обучать Торе И Об этом Сказали Наши Мудрецы Что Такое Торадхесед Те Кто Помнят На самом деле Это тоже Мишли 31 глава Мишли Там Есть Эшет Хай Мимца Кто Найдет Добродетельную Жену И Там Написано Про Она Вся Обычно Принято Думать Что Речь Идет О Женщинах Но Там Речь Идет О Торе И О Душе Человека И Там Написано Тора Хесед На Ее Языке И Спрашивает Наши Хазали Что Такое Тора Хесед Бывает Тора Которая Не Хесед Такое Бывает Сказано Тора Хесед На Тора Хесед На Языке Этого Человека Это Тора Хесед А Если Ты Учишь Не Для Преподавания Это Тора Которая Не Хесед А Тора Шелемет Поэтому То Что Человек Учит Для Себя Он Обязан Учить Поэтому Здесь У него Нет Никакой Отмазки Поэтому Он Обязан Это Делать Поэтому Это Тора Темет Ее Должно Быть Естественно Больше И Потому Что Для Этого Человек Родился И Если Ты Учил Много Торы Для Себя То Не Держи Не Считай Что Тебе Что За Это Должны Потому Что Для Этого Ты Рожден Но Человек Который Обучает Торе Других Людей Это Он Не Обязан Делать Поэтому Это Две Вещи Хесед И Эмет И Таким Образом Они Есть И Бен Адам Лхавиро И Бен Адам Всевышним И Здесь В Третьей Главе Нам Сказано Пусть Эти Два Качества Все Время Будут С Тобой То Что Ты Будешь Постоянно Работать И Делать Вооружаясь Этими Качествами И Ты Должен Их Навязать На Своем Горле То Все Что Ты Говоришь Должно Быть Либо Хесед Либо Эмет И Оно Должно Быть Написано На Дощечках Твоего Сердца Что Значит Дощечки Твоего Сердца То есть Они Должны Быть Постоянно В твоих Мыслях И То Другими Словами Торат И Хесед Должны Быть Эмес В Хесед Должны Быть Постоянно В твоей Речи В твоих Словах И В твоих Мыслях Теперь Возвращаясь К нашему Посугу После Этого Прошлый Посуг Посуг Который Мы Только Что Прочитали В третьей Главе Он Говорил О Хесед И Эмете Которые Исходят От Человека По отношению К другому Человеку И По отношению К Творцу Этот Посуг Говорит На Обратную Тему Он Говорит По поводу Того Что Мы Должны Видеть Что Акодыш Бургу Управляет Миром Через Хесед Эмет Мальбим Называет Хесед Эмет Это Дин В общем Гагро Так же Идет Это Дин Эмет Это Дин Суд А Хесед Это Хесед Это Милость Которая Есть И Он Говорит О том Что Эти Две Вещи Они То Что Составляют Атрибут То Как Всевышний Общается С миром И Проявляет Миром И Гагро Здесь Добавляет Что Он Делает Хесед Тому Кому Нужна Хесед Амальбим Немножечко Говорит О том Что Он Делает И Хесед И Всем Людям Потому Что Нет Ни Одного Человека Которому Только Нужен Эмет И Нет Ни Одного Человека Которому Только Нужен Хесед Теперь Попытаемся Немножечко Углубиться Гаон В начале Книги Рут Он Приводит Пасук Из Книги Рут И Комментирует Он Говорит О том Что И Было В дни Когда Судили Судьи Говорит Гаон Что Значит Судили Судьи И Говорит Это Очень Сильно Соотносится С тем Гаоном Который Говорит Здесь Я еще Раз Хочу Сочетать Что Всевышний Судит То есть Оказывает Хесед Тому Которому Нужен Хесед И Оказывает Имет Тому Которому Нужен Имет Он Говорит О том Называется Цадиким Другой Вид Людей Которые Называются Рошой Цадиким Праведники Это Люди Которым Всевышний Когда Их Судит Он Их Судит Атрибутом Хесед Другой Вид Рошой Который Когда Их Судит Атрибутом Суда Существует Человек Который Называется Бейнани Средний Человек Человек Которого Часть Поступков Как Цадика Часть Поступков Как Роша Человек Которого Есть Все Время Некая Борьба Между Ецар Готов И Ецар Гора И он Сделал Половину Поступков Праведных Половину Поступков Неправедных И Акодыш Бругу Судит Его По Результату Этих Поступков Это Время Суда Называется Когда Судили Судьи То есть Было Два Суда Одновременно Суд Который Называется Дин И суд Который Называется Хэсад То есть То что Гаон Говорит У нас Что есть Люди Которых Судят Только Хэсад А есть Люди Которым Относятся Только Эмэд Это Гаон Пишет Там же В Магелла Труд Что Это Садзики Мирошоин Средний Человек У него Постоянно Находится Соединение Этих Двух Атрибутов То его Судят И тем И другим Поскольку Ни один Именами Всевышнего Именем Всевышнего Четырехбуквенным Юткой Вавкой Это Имя Показывающее Атрибут Хэсад И имя Атрибута Обычно Называют Атрибут Рахмами Это верно Но в данном Случае Когда мы Говорим В этом Разрезе Конкретно То Здесь Переводится В два Атрибута Правый Левый Хэсад Справа Дин Слева И не обсуждается Средняя Средняя Полоса Она как бы Состоит Из этих двух Поэтому В данном Случае Имя Юткой Вавкой Это Имя Всевышнего Которое Называется Атрибутом Хэсад На самом Деле И второе Имя Это Имя Либо Элоким Либо Шакай Шин Далет Ют Это Тоже Имя Которое Показывает Атрибут Суда Атрибут Который Называется Атрибутом Эмед На самом Деле С этого Начинается Книга Берешит Берешит Барай Лаким Эда Шамай Эда Арыс Вначале Сотворил Всевышний Небо И Землю Где Объясняет Медраж Что Всевышний Хотел Создать Мир Атрибутом Суда Увидел Что мир Не может Выдержать И Соединил Упредил Атрибут Милосердия И поставил Его Перед Атрибутом Суда И таким Образом В мире Стало Понятно Что Атрибут Мезузи Это имя Юткей Вавкой Которое написано Внутри Мезуза Шма Исроэль Гошем Там написано Четырех буквы На имя Юткей Вавкой Элокейну Гошем Эхат Это имя Которое Стоит Внутри Мезузы Гошем Оно означает Одно из его Объяснений Это слово Мигабе Тот который Осуществляет Слово Льет Быть Поставлено В побудительное Наклонение Винен Ефиль Это слово Означает Тот который Делает Само слово Льет Это быть Это тот который Был есть и будет Если поставить В повелительное Наклонение То на русском Такого слова нет Грубо Тот который Побуждает Мир существованию Тот который Осуществляет мир И это Осуществление Мира Мигабе Это происходит Через атрибут Который Атрибут Хесед Независимо от того Что происходит в мире Он дает Миру существование Он оживляет мир Он делает Так чтобы мир был Слово быть В поведительном Наклонении Я не знаю Как поставить И второе имя Это имя Шакай Которое Является сокращением Шаамар Лааламо Дай Тот который Сказал миру Достаточно Тот который Сказал миру Хватит Дай Хватит Для того Чтобы существовал Мир Акодашбрагу Должен был Легалиматсмо Сделать ГЛМ Сделать Некое сокрытие Внутри которого Может существовать Мир Слово Слово мир Происходит От слова Сокрытия Слово Гаолам Происходит От слова Геэлем Это одно и то же Слово Сокрытие Для того чтобы Мир мог существовать Всевышний Скрывает себя В нем Потому что Если бы он был Открыт Полностью То не было бы ничего Кроме творца Поэтому Для существования Мира Необходимо Сокрытие И Количество Этого Сокрытия Это определяет Имя Шиндалитют Имя Всевышнего Шакай Тот который Сквал миру Достаточно Тот который Поставил Предел Этому Сокрытию Для того чтобы Сокрытие Не перешло Границы И не стало Все скрыто Для того чтобы Можно было Каким-то образом Остаться В кешере В контакте С творцом На мезузе Написано С внешней стороны Имя Шакай Те кто видел Мезузу С внешней стороны Знают С внутренней стороны Стоит Все время Стоит Четырехбуквенное Имя Всевышнего Имя Юткей Вавкей Который означает Раскрытие Тот который Вне зависимости От границ Дает миру Своё влияние Шакай Это имя Строгого атрибута Суда Который говорит Достаточно И ограничивает Говорит что Человек заслужил Давать не надо Хесет требует Все время дать больше Эмет требует Ограничить И дать ровно Столько Сколько заслужил По своей логике Говорит Шлома о Мелах Так как Объясняет Его Мальбин Влияние Всевышнего на мир Должно быть Ограничено Именем Эмет Именем Истины Которое должно Ограничивать И мир должен Получать ровно Столько Сколько ему Необходимо В соответствии С тем Что он сделал Сделал Получил От каждого По способностям Каждому По труду Но Гакодыш Барагу Как пишет Мальбин Видит Что Иногда Для мира Это невозможно Я вначале Цитирую Медраш А не Мальбин Всевышний Видит Что иногда Мир не может В этом существовать И поэтому Он упредил И поставил Имя Юткей Вавкей Впереди Имени Шака Или имени Лаким Впереди Атрибута сута И поэтому Иногда Дается Для мира Независимо От того Что в нем Происходит Мальбин Это формулирует Таким способом Что бывает Если все время Давать строго По суду То получается Что произойдет Некоторое восстание Некоторый страх Лишний И восстание Человека Против царя И то же самое Против Всевышнего Когда у человека Появляется Некое отчаяние Все равно Никогда не могу Быть праведником Я вот такая Вот сволочь И все Все равно Все потеряно И дальше Все можно И поэтому Перестает Полностью Происходить Абадад Гошем Поэтому Акодыш Барагу Иногда Как пишет Мальбин Добавляет Атрибут Милосердия К атрибуту Суда И атрибут Хесед Он идет Перед атрибутом Эмед Понятно Что Эмед Является основным Но атрибут Хесед Дает что-то Дополнительное Это то О чем говорит Гаон Что написано Про всевышнего Раф Хесед Что он делает Очень много Хесед Но Гаон Говорит Что количественно Эмед Должен превосходить Хесед И человек Не должен Рассчитывать Постоянно На атрибут Хесед Он должен Знать Что периодически Это может Сработать И видеть Это Как это Срабатывает Но основное Что он должен Видеть Он должен Видеть Атрибут Эмед Атрибут Суда Поэтому С внешней стороны Мизузы Которые Мы видим Написано Имя Шин Далет Юд Шакай Имя Ограничение Которое Говорит Что дай Достаточно Вот Этого Влияния Творца Этого Света Всевышнего Этого Добра Который Тебе Дает Творец Достаточно Больше Ты не Заслужил И есть Ограничение Изнутри Все базируется На бесконечном Желании Всевышнего Оказать Хесед Но это Желание Ограничено Атрибутом Эмед Атрибутом Суда Бывают Ситуации Которые На самом деле Бывают Крайне Редко Когда Атрибут Суда Практически Уходит Из этого Мира И поглощается Атрибутом Бесконечного Милосердия Таких Историй В мире Было Не так Мало На самом Деле Но Я опишу Одну Из них И достаточно Когда Амисраэль Находился Выйдя Из Египта Находился У моря И Обратился Ко Всевышнему С вопросом Что теперь делать Маширабейн Обратился К нему С молитвой И Всевышний Ему сказал Что Что ты молишься Сейчас Сейчас Не время молитвы Иди в море И все И Абсолютно Непонятная Фраза Почему Всевышний Запретил Маше молиться Сказал Что молитва Не поможет Медраж Объясняет Что в этот момент Малахе Аширет Ангелы Обратились К Творцу И сказали Эти служат Идолам И эти служат Идолам Чем заслужил Исраэль Спасение Больше Чем Египтяне Чтобы они Их захватили И Медраж Говорит Я знаю Что вы Слышали Наверняка Другие точки зрения Но я цитирую Медраж Медраж На Аллах И Зохара Который Говорит И сказал Всевышний Маше Хватит молиться Это то Что сейчас происходит Не зависит От вашего Схута Молитва Помогает Только когда Есть какой-то Схут Какие-то Заслуги Тогда эти Заслуги Могут помочь И молитва Может быть Принята Сейчас у вас Заслуг нету И все Что сейчас Произойдет Баотика Талия Все это Связано с Атикой Атика Это такая Это даже не Сфера Я не думаю Что надо Сейчас Объяснять Это очень Длинно Будет Чтобы Объяснить Это Такое Проявление Творца Которое Находится Над Миром Ацилус Над Сферот Над всеми Сферот Которые Существуют Это зависит От понятия Бесконечного Добра Которое Исходит От Всевышнего Которое Вообще Не раскрывается Никак Практически В этом мире И вот Баотика Талия Это связано С Атикой Поэтому То что Сейчас происходит Это не связано С атрибутом Суда Поэтому Твоя молитва Вообще Не подойдет И море Раступилось Передам Исраэлем Не из-за того Что мы были Такие хорошие У нас Это редко Происходило И произошло Это просто Потому что Акодыш И нужно было Привести этот народ К получению Тора И это было Чистой воды Хесед Без каких-либо Проявлений Эмет Но на самом деле Я сказал неверно Потому что Проявление Эмет Никогда из мира Не уходит Каждый Кто говорит Что Акодыш Браву Ватран Миватри На томин Галам Любой Кто говорит Что Всевышний Является Ватраном Что он не обращает На что-то Внимание Пропускает что-то Его пропускают На него Не обращают Внимание В этом мире И поэтому Существует Определенная Система Которая Достаточно Сложная Но Объясненная Нам В Торе То каким образом Атрибут Милосердия Соединяется С атрибутом Суда Это 13 мер Милосердия Которые описаны Маше Получил их На Синае После того Как сделал Золотой телес Маше молился По поводу того Чтобы Этот грех Был прощен Он молился И упоминал Заслуги Проатцев И тогда Медраж говорит Что Маше Рабейна услышал В ответ Я тебя прощаю За сослуги Авраама Иска Каякова Не тебя А весь Амисраэль Но будет время Когда заслуг Проатцев Авраама Иска Каякова Будет не хватать И тогда Все что может Вам помочь В этом Это только Атрибут Милосердия Всевышнего И вот этот Атрибут Хесета Которым идет речь Он соединяется С Мед И это соединение Происходит Через 13 каналов Соединения И они К ним Ими Мы молимся Всевышнему Обращаясь Через них К Творцу В Йом Кипр И в каждый пост И так далее Это Хесет Эймет Которое здесь сказано Что Хесет Эймет Это то Что поддерживает Престол Всевышнего Окей С этим пасуком Более или менее Разобрались Наверное Менее чем более Но Продолжим Следующий пасук Номер 29 Пасук Который говорит Слава юношей Сила их А краса стариков Седина Говорит Шломавеллах Тиферет Бахурим Кохам Красота Юношей Их Сила Вегадар Гадар Ну переведем Как слава За неимением Лучшего слова Гидур Митцва Это митцва Сделана Самым лучшим Способом Красота Митцвы Украшение Митцвы Мегадрин Что-то Плод Итрог Называется Эцгадар Назвать это Деревом славы Очень трудно Дерево красоты Поэтому Гадар Это тоже Переводится Красота Но чтобы не перевести Два слова В одном предложении Как красота Поскольку Филологи Не любят Такого перевода И переводчики То они перевели Одно слово Как красота Другое Как слава Итиферет Игадар В принципе Переводится одним словом Словом Красота Так вот Красота Скиним Красота Стариков Это сейва Это седина Ну пусть будет так Окей Теперь Попытаемся Посмотреть Как Переводят Это место Мальбим Мальбим Объединяет Это с следующим Посуком Давайте переведем Прочитаем Тоже следующий Посук Ушибы Раны Притирания От зла Как язва Внутри чрева Ой На иврите Хаборот Пеца Тамрик Это Три Названия Которые На русском Переводятся Всегда Одинаково Я не буду переводить Ушибы Раны Когда все это Переводится Словами раны Они Являются Как бы Тяжелыми Все три вида Раны Тяжелые И язвы Находятся Внутри Живота Наверное Язва Внутри Живота Тоже плохо Макот Хадарей Бетон Удары Раны Находятся Находятся Внутри Живота Я не знаю Почему надо было Изобразить Три разных слова По-русски Но все это Приводится Одними и теми же Словами Раны Теперь посмотрим Проникающее ранение Нет Оно не проникающее Оно внутреннее Оно изнутри Его не стукнули Шпагой не проткнули Чтобы оно было проникающее Оно родилось изнутри То есть наверное Какой-то ж Бругу как-то умеет Стукнуть так Чтобы было изнутри И не снаружи Что-то в таком духе Что-то типа Приводения Внутренних Каких-то вещей Почему именно язвы Я не знаю А поэтому Их перевели Как язву Потому что язва Это прободение Внутри Желудка Окей Говорит Мальбин Тиферат Бахурим И так далее Красота юношей Красота стариков И раны тела Здесь сказано Что существует Понятие Когогуб Телесная сила И человек Который сохраняет Эту силу Он начинает Мальбин С того Что существует Такой мусак Такое понятие Которое называется Шихвадзера Шихвадзера Это дословно Откладывание семени Имеется ввиду Когда во время Супружеской близости Из мужчины Выходит семя Это вещь Которая называется Телесной силой И человек Который сохраняет Эту силу И занимается Супружеской близостью А только в то время Которое предназначено И более благоприятно При этому Для этого В соответствии с тем Кто для чего Рауль Ну у разных людей Это по-разному Он сохраняет силы В своем юношестве И на него Не наступает Зикна Прежде времени Его старость Не наступает Преждевременно То есть От чрезмерного Увлечения Этим процессом Возникает Ранняя старость Но человек Который бегает За райот За запрещенными Связями Он теряет Эту силу Внутри Своей молодости И поэтому Зикна Кафе Старость Набрасывается Прыгает на него Если он Пригласит Самого себя Для Авейры Больше Чем это следует То Кроме Всего прочего К нему приходят Какие-то Раны Которые Внешние И которые Валят изнутри Два вида ранений Это то О чем сказано Чтобы Хурим Молодежь Она Хвастается Украшается Своей силой Которая Сохраняется В нем То есть Украшение Юноши Это та сила Которая остается В нем Которая сохраняется В нем И так же Красота Или слава Или великолепие Скиним Это седина То есть Что это значит Что зикна Старость Приходит Перед Времени Если она приходит Преждевременно То это не мигудар Это не очень красиво Только Если с ней вместе Приходит седина Что это Старость Которая Приходит По причине Пожилого возраста Седины И многих дней Которые он прожил Но если это наоборот Происходит То это Темрок Быра То это как бы Смазано Злом То есть Это то Что силы Человека Уходят От него Преждевременно За счет Ра За счет Зла Которое он делал Что это Знут И Знут Это Прилюбодеяние Запрещенные связи Разбрат Спасибо И Шпихадзера Выброс Семени Что это Называется Понятие Называется Ра Как написано И будет Человек Эр Бахор Игуда Раба Иной Гошем Это Пасук Из Прошлой Уже Теперь Недельной Парши Что был Эр Первенец Игуды Плохой В глазах Всевышнего Плохой Тем Что он Занимался Всеми Извержением В холостую И тогда К нему Приходят Со стороны Снаружи Различные Виды Ранений И Это Становится Опасным Как написано Вишаяху И так же Приходят К нему Внутренние Какие-то Болезни Которые Портят Его Например Портят Кишечник И это Так же Происходит Из Излишней Таевы По поводу Еды И от Излишнего Обжорства У него Происходят Проблемы С кишечником Вот таким Довольно Странным Способом Мальвим Объясняет Этот Посуг Ну Объясняет В общем Объяснение Понятно И это Гемора Которая Все что Привел Мальвим Написано В геморе Я не помню Приводят ли Гемора Эти псуки В Мишли Это я не помню Просто Но гемора Говорит то же самое Что излишнее Увеличение Даже разрешенными Половыми связями Тоже приводят К раннему Старению И Излишнее Тайва В еде Она приводит К тому Что у человека Начинается Холимяин Какие-то Кишечные Заболевания Поэтому человек Должен Знать Сколько времени На что Ему Уделять И Основная Часть Времени Должна быть Отделена Не телу А душе И соответственно Человек Который Слишком Налегает На уделение Внимания Телу То в результате Это обращается В раннюю старость И так далее У нас сегодня Принято Что ранняя старость Это такая вещь Очень плохая И здесь Вроде бы Тоже так следует Но здесь Следует Именно Про раннюю старость Когда человек Стареет Раньше времени Но когда Человек Становится Закеном Когда он Становится Стариком Это отнюдь Не является Минусом Во-первых К этому Все идут Во-вторых Здесь есть Свои плюсы И это То что Сейчас будет Нам объяснять Гаон Если мы Доберемся До этого места Наверное Не факт Но постараемся Добраться И так Смотрим Комментарий Гаона Который идет Немножко По другому пути И делает Акценты Вот на чем Красота Юношей Это Их сила А красота Украшения Стариков Это Седина Объяснение Тиферет Красота Бахурим Юношей Это их сила А Гадар То чем могут Хвалиться Старики Это седина Имеется ввиду Иньян Что нам хотят сказать Есть два вида Торы Два иньяна Связанные с Торой То есть Весь этот пасук Говорит только Про Тору Есть два Вида Торы Это одна и та же Тора Но она Как бы Два проявления Торы Первая Тора Первая и вторая Тора и Хохма Тора Одна это Тора А вторая Хохма Шель Тора Тора Называется Коах Она называется Сила И об этом сказано Рофтво Быкохшор Много урожая Находится в силе быка То есть Бык Понятно что Бык это Немножечко Сильное животное Когда на нем Много пашешь Что в результате Дается много урожая Гемора Сангедрин Объясняет Что О чем идет речь В этом пасуке Что такое Пример чего Что такое Много урожая В силе быка Он говорит То что ты находишь В том в ком ты находишь Войну Торы Тора Приобретается через войну Торой нужно За Тору Торой нужно воевать То есть Что значит воевать Человек слышит Когда ему Говорят Какую-то вещь И у него На это появляется Много вопросов Много кушьет Он начинает Лакшот Из разных мест И задавать вопросы Для того чтобы Не для того чтобы Показать какой он умный Как он хорошо умеет Задавать вопросы В этом случае Это проблема Ее сейчас не разбирают Это в другом месте Разбирается Но человек который Задает вопросы Для того чтобы Понять что ему сказали У него есть противоречия Он хочет их понять Это война Торы И через такую вот Хеврусу Как обычно Тору учат Тору учат в хеврусах Сидят два Примерно одинаковых По уровню человека Читают какой-то кусок Мишны Гимора И начинают ее обсуждать Один говорит Здесь имеется ввиду То-то и то-то Другой говорит Да как ты такое можешь сказать То-то и то-то Не может иметься ввиду Потому что иначе Это не сойдется Вот с этим местом Он говорит У меня есть подтверждение Отсюда А твое место Можно объяснить Таким-то и таким-то образом И вот это вот Называется Милхемет Тора Война Торы Которая происходит И тот у кого Больше силы Воевать Тот больше Торы Приобретет Потому что Человеку У которого есть Много силы Воевать Это тот У которого есть Много знаний Простых частей Торы Мишнаес Из которых Из Мишна Он может задать Много-много Вопросов И это то Что называется И бахурим Которые в молодости Учат Тору Их учеба Торы Должна быть Именно таким вот Образом сделана То есть Я только хочу Немножечко прояснить Бывает что Люди Которым говорит Какой-то галахуй Или какой-то геморр Или какую-то мишну Они начинают спорить Не потому что Они знают что-то Что противоречит И им это мешает А потому что Главная задача Сдать вопрос И показать Какой он умный Или просто Нежелание понять То что говорит учитель Желание поспорить Я думаю что Все с подобными людьми Встречались И знают о чем идет речь Такой человек На самом деле Иногда может Задать очень хороший вопрос Но это не вопрос Тора Это вопрос Гайба Вопрос своего кого-то Показать какой он способный И так далее А существует вопрос Когда человек Реально хочет понять И в таком случае Чем больше силы у него Чем больше у него Знаний на нулевом уровне И умения сформулировать Вопросы Желание понять Тем больше у него Возможностей Понять и выучить Галаху И знать Как на самом деле Получил Что именно было сказано Машарабейну На горе Синай И вот этот человек Это Бахур Который учит Таким образом Тору Это Тора Бахурим Она зависит От количества силы Которые у него есть Поспорить Пообсуждать Поспрашивать Позапоминать И так далее Это первая часть Торы Вторая часть Торы Называется Хохма Она же называется Сейва Она же называется Седина И здесь есть Некая игра слов В сифре Комментарии сифре Это комментарии Амараем На Хумаш На книгу Дворим Есть Написана такая вещь Здесь есть игра слов Сейва От ешева Отличается Только одним словом От только одной буквы Если перед словом Сейва Поставить букву Ют То получится Слово Ешева Таким образом Сейва Седина Происходит От слова Ешева То есть Это показывает Что любой человек Говорит сифре Он годен Для того Чтобы находиться В ешеве И учить Тора В ешеве И достигнуть Понятие Сейва Седины И во время Когда он достигает Седины В это же время У него появляется Вторая Область Торы Я не знаю Второй уровень Торы Уровень Который уже Украшается Не силой Не силой Является украшением Имением Спросить Покричать И так далее А наоборот Седина Это то что И об этом сказано Сейчас я попытаюсь Это более четко Объяснить Закен В ешев В ешевахая Про какого-то человека Сказано Что он Был стариком И сидел в ешеве И другое То что Другой пасук Который говорит Это не пасук Это Мишна и спирки А вот Которая говорит Марбе ешевам Марбе хахма Человек Который дольше Находится в ешеве У него больше мудрости И здесь сказано Что есть Тиферет бухурим Это сама Тора Это споры В которых рождается истина И об этом сказано До возраста Сорока лет Человеку полезнее Кушать Кушать имеется ввиду Кушать Тору Поглощать Тору Есть ее Вегадарский ним А теперь Что такое Украшение Красота Которая есть Скиним У стариков Это украшение Это хохма Шель Тора Это мудрость Тора Это немножко Другой уровень Отсюда От сорока И дальше Человеку нужно Не больше есть А больше пить Штия ему нужна А не ахила И это то О чем сказано Что бакатнуто В молодости Человек должен Сделать себя молодым По отношению к тому Кто больше Чем он в Торе Так же Взикнуто В старости Он должен Иктина Тон Миша Гадоль Мэнэбэ Хохма Он должен Лаактин Себя Уменьшить Себя Сделать себя Маленьким По отношению Тому Кто больше По сравнению С ним В Хохме И вот Теперь Получается Что Гидур Гадар Украшение Это украшение Торы Об этом сказано Эйн Гадар Эла Хохма То есть Гадар Скиним То чем Украшают Скиним Тору Они Украшают Ее Мудростью Если до сих пор Тебе нужно было Именно Тора Поглощать Тору И спорить Показать Проявить свою силу В изучении Тора То человек Который посидел Который стал Седина Происходит Слово Ишива Как мы договорились Человек Который посидел В Ишиве Ему уже надо Не постоянно спорить И задавать вопросы Он вышел на Несколько Другой уровень Он уже не должен Поглощать Мишнает Количество Информации Которая дается Он должен чтобы это уже находилось Внутри него И он мог передать И объяснить И указать Как правильно сделать Поэтому Начиная Сорока лет И дальше Ну сорок лет Понятно что это Не всегда сорок Но грубо говоря Начиная с сорока лет И дальше Украшение Сединой Это уже не украшение С силой Споров Торы И силой Заглатывания Торы Как пищи Это уже сила Знаний Понимания Мудрости Которая есть Для того чтобы человек мог Делать выводы Мог объяснить Мог владеть Торой Она должна уже быть частью его И поэтому До определенного возраста Человек не должен Гоношиться Задираться С помощью того Какой он удрый Он должен задираться С помощью того Что он знает Мишну И пытается понять О чем она говорит Но начиная с определенного возраста Его главным качеством В Торе Его украшением Торы Должна быть уже Взросленность А не юношество Уже состояние Седины Уже состояние Того что человек Понимает Знает Что в Торе написано А не просто может Задать какие-то вопросы Я думаю Что более или менее Понятно Что имеется ввиду Слово Закен На иврите Происходит от двух слов Это сочетание двух слов Зе Кана Закен Старик Это этот купил Тот который купил Тору Закеном называется Человек который Приобрел Тора Он сделал киньян Тора Он приобрел ее Тора теперь находится в нем Бахур Его красота В том что он работает Над приобретением Тора Красота Саевы Красота Закена Не в том что он ее приобретает А в том что она уже у него В том что хохма Находится внутри нее И таким образом Если молодежь Украшается Тем что они Могут Работать над приобретением Своими силами В Милхоме В войне Торы То Закен В его знании Понимании И уровне Тора Это совершенно Разные части Как бы То есть это все Тора Но это совершенно Разные части Тора И поэтому Если человек в 70 лет Ведет себя так Как 20-летний юнош Это неверно Если человек 20 лет Начинает показывать Что он все знает Ему ничего не надо То это тоже Некоторые минусы Совершенно разные Проявления Которые есть Как мы видим Мальбим и Агро Здесь пошли По совершенно Разным путям Объяснения Что именно Что именно Хотел нам Сказать Которые Что Хабурот Раны Пец Раны Тамру Кей Бера Все они Приходят От зла И раны Которые находятся Внутри Тоже приходят От зла Говорит Гаон Что также Нилкеба Макот Хадребедан Когда человека Бьют Какими-то Внутренними Болезнями Как вы перевели Язвы желудка И так далее То есть Та болезнь Которая приходит Не снаружи А именно Изнутри Они Все Все эти три вещи Два вида Ран И внутренние Раны Они все Происходят От трех Видов Зла Которые Есть Внутри Человека Эти виды зла Это первое Махшова Второе Дибор И третье Маосе Мысли Слова Действия И это Три вида Ран Которые указаны В нашем посуке Пэца Хабура Умакатрия Это не совсем В нашем посуке Тоже Но в основном Он ссылается Сейчас Нет Он ссылается На наш посуг В рукописи Гаон Больше ничего не написал Здесь у нас Еще целая страница Того что писал Гаон Очень подробная В рукописях Гаона Больше ничего не написано Что Пшат Пасука Что существует Махшова Дибор Маосе Соответственно Находятся Три виды ран И эти три виды ран Это все наружные раны Которых он пишет Это Пэца Это Хабура И новая И свежая рана Теперь он говорит Что В Ишаяге Написано Микафрегель Атрош Эйнбо Митом Пэцова Хабура Макатрия Что Нету От Кафрегель От ступни И до Головы Нету Свободного места На теле человека Где бы не было Три вида Этих ранений И объяснение Пасука Такое Потому что Есть в Израиле Шесть В народе Израиля Есть шесть уровней Это Рошейгайда Главы Общины Эйнэйгайда Глаза Общины Пэгайда Уста Общины Гувгайда Тело Общины Левгайда Сердце Общины И Реглэгайда Ноги Общины И это То что он сейчас Привел Он говорит Что это Намек Который сказан В Зогаре На пять уровней Которые находятся Справа И пять уровней Которые находятся Слева И он Перечисляет Эти уровни И сам народ Израиля И пять уровней Того шесть В соответствии С этим Есть Рошейхам То есть Судьи Есть Зикнейхам Старейшины Рабони Есть Шотрейхам Это Шотер Это Полицейские И есть Весь народ Израиля Рошейхам Это Рожейда Это Руководители Общины Судьи Это Глаза Общины Старики Это Сердце Общины Которые Учат Израиль Тори И Митцвод Поэтому В старости Находятся Два вида Людей К старейшинам К скиним Относятся Два вида Лев И П И сердце И уста И они Соотносятся Тора Шебехта В Тора Шеба Аль П Письменные И устные Торы Потому что Письменная Тора Она находится В сердцах Человека Что он Она очень С тума Она очень Я не знаю Как слово Сатум И далее Пусть будет Блокированная То есть Это Она очень Непонятная И Необъясненная Поэтому То что Находится в сердце Сердцем Это можно понять Потому что Сердце Понимает Некоторые вещи Без объяснений Закрытая Это то что Сказано Ган Науль Это Цитата Из Шири Вашири Что про Письменную Тора Написано Что она Ган Науль Закрытый Сад Запертый Сад Закрытый Сад Запертый Сад Поскольку Туда То что Что Тора Шебехтав Она Приближена К сердцу А Тора Шебеальпе Она Приближена К устам И это То что Сказано Что Мишну Милибалы Пумело Гали Что Мишна Матнисин Изучение Торы Из сердца В уста Не всегда Можно Открыть Поэтому Есть два Вида Скиним Два Уровня Старейшин Которые Соответствуют Сердцу И соответствуют Устам И об этом Сказано Ленави Гайомикра Лифним Гарое К нави К пророку Сегодня Я обращусь Изнутри Чтобы он увидел То есть То что Сегодня Называется Нави Это Пророк Это Мадряга Это уровень Который Называется Уста Потому что Нави Он происходит От словосочетания Нивсфатаем Нави Нивсфатаем Нивсфатаем Это движение Губ Лифним То что Находится Изнутри Это Находится Соответствует Тому Уровню Который Называется Глаза И это То что Называется Видеть То есть Тора Шебехтав Ее невозможно Передать В устной форме Ее можно Только увидеть Нави Пророк Кроме Маширабейну Это пророки Которые говорили Устами И передавали нам Связывали Тора Шебехтав С Тора Шебехтав То есть Все пророчество Это связь Между письменной И устной Торы Они Находились Внутри Письменной Торы Но они Нам устами Сообщали Они не могли Нам сказать Новых Митсвот Пророки Не имели права Лихадеш Обновить Ни одну Митсвот Только Теми свод Которые были Даны Маширабейну Но какое-то Объяснение Какое-то Раскрытие Они говорили Это то Что связывало Сердце С Устами Но Маширабейну Это пророк Который видел Все От начала До конца Понятно Что он тоже Передавал нам Устами Но он это видел На уровне Так как мы видим Который час Я не знаю Смотря на часы То есть Ему это было Показано Абсолютно Без Прекрас Без преувеличений Без Красного Синего Зеленого Цвета То как есть Так он и видел И это Совершенно другой Уровень пророчества Мы когда-то Об этом говорили Шатрим Это Полицейские Это Регель Гайда Это Ноги Общины Можно сказать Руки Общины Но он говорит Ноги Общины И поэтому Здесь сказано Что от Каф Регель От ступни До Рож До головы Нету Никого В котором нету 100% Мимута 100% Целостности И всюду Есть Пецова Хабура И всюду Есть разные Виды ран Потому что Есть три Виды ран Пеца Это рана Которая Открыта И из нее Течет кровь Это первый вид Раны Он там Объяснил Раны Язвы Еще что-то Я честно говоря По русски Этих слов Не очень знаю Таким образом Открытая рана Из которой Течет кровь Это слово Пеца Вторая Это хабура Это тоже Наружная Рана Но она Не открытая То есть Кровь уже Остановилась И она Скопилась Под кожей И не Входит Наружу Что-то Типа Синяка Гематомы Которая Происходит Следующая Макатрия Это рана Которая Находится Внутри И она Вообще Не видна Снаружи Ее Никак Невозможно Увидеть И эти Три Раны Они находятся Внутри Израиля И это Три Виды Нечестивцев Народа Израиля Есть три Вида Рашоем И поэтому Они Эти Рашоем Аллегорически Представлены В виде Трех Видах Ран Которые Находятся Внутри Народа Поскольку Каждый Из этих Видов Рашоем Делает То Что Внутри Тело Человека Делает Этот Вид Раны Есть Рашоем Бефаргесия Рашоем Который Делает Свою Аверот Как бы Публично Вторая Это Те Которые Делают Ну Скрывая В темноте Немножко Скрывая Свои Действия И они Оба Делают Зло Своими Действиями Третий Вид Рашоем Это Рашоем Которые Делают Зло Через Свою Махшову Через Свои Мысли И они Вообще Никак Не видны Снаружи И это Внутренние Раны Которые Есть Люди Которые Изнутри Делают Так Что Есть Как язвенное Которые Он сейчас Говорит Потому что Ты видишь Как оно Вытекает Кровь Ты видишь Какое Это Кровотечение А есть То что Не видно То что Осталось Внутри И это Раны Которые Вообще Никак Не видна И это Внутренняя Рана Какая Из них Опаснее Какая Нет Это Следующий Момент Но я Вижу Что Я Перешел Лимиты Времени Поэтому Я думаю Что Этот Пасук Мы Закончим В следующий Раз Закончили Двадцатую Главу И вот Нам Надо Начинать Главу Тридцатую В следующий Раз Так что Спасибо До новых Встреч В эфире В следующее Воскресенье Двадцать Первого Двадцать Первого Спасибо